Насколько реально встретиться с цифровыми технологиями, собравшись культурно обогатиться? Сейчас поход в театр или музей может начаться с покупки онлайн-билета, а иногда даже билет не нужен, в том числе и на самолет. В Париж. Пара щелчков мыши, и мы в вестибюле Лувра. Рассматриваем египетские древности. Еще пара щелчков вместо пары часов в самолете, и ты в Каталонии. Любуешься выставками и экспонатами, связанными с жизнью знаменитого Сальвадора Дали. Очень реалистично. Конечно, обойти полностью весь музей не удастся, виртуально представлена лишь часть выставок. Но и этого хватает, чтобы проникнуться атмосферой. И вовсе выбраться за пределы атмосферы земной позволяет симулятор НАСА. С его помощью в режиме виртуальной реальности можно посетить экзопланеты. Космические панорамы основаны на реальных результатах научных исследований. Однако телескопы пока не способны делать детальные снимки экзопланет. Поэтому многие изображения — художественный вымысел, тоже своего рода искусство. Вообще оцифровывать знания или произведения искусства — не просто веяние моды. Оцифровывать равно сохранить. Причем в самом наилучшем качестве. Например, арт-камера специально разработана для съемки картин в музеях в сверхвысоком разрешении. Роботизированный фотоаппарат автоматически перемещает объектив от фрагмента к фрагменту, делая сотни детализированных снимков. Камера оборудована сонаром, измеряющим расстояние до картины, и лазером для фокусировки на объекте. После окончания съемки камера автоматически собирает все сделанные снимки в одно большое фото. Собственно, благодаря этому мы можем увидеть мировые шедевры, не выходя из дома. Кстати, виртуальные экскурсии предлагают и отечественные музеи. Вот в Третьяковской галерее уроки дает сам Серов. Посетителям, скорее всего, детям, но взрослым тоже интересно, предлагают отправиться в путешествие с художником и сделать наброски для будущих картин. Интерактивная карта позволяет посетить города, где бывал художник, почитать занимательные факты и выполнить интерактивное задание. Не забудь включить звук. Путешествие проходит под шум моря. Интерактивные блоки стали уже повседневностью. В культурно-выставочном центре «Радуга» почти к каждой экскурсии есть онлайн-задание. Задачи, кроссворды заставляют задуматься даже взрослых. Вот эта викторина подразделена на начальные классы, среднее визу, и старшие классы. Очень доступные детям. Вообще очень интересно. Каждый вопрос. Разную тематику имеет, хронологическую линейку, там разные-разные. Про нашего космонавта. Про Андриана Николаева, про Надежду Павлову, Василия Чапаева и других выдающихся людей, составивших гордость и славу Чувашии. Вопросы соотнесены с героями и лицами на авторских выставочных стендах. Один стенд, один герой. Факты о нем на русском и на чувашском языках. Я думаю, школьники не просто посмотрят еще раз остальные этапы биографии, но глубже погрузятся в ту историю века и более, наверное, сильнее будут ценить ту малую родину, на которой они проживают. А если технологии и есть само искусство? В фестивале, где IT переплетаются с артом. В России такие только приживаются. Международные, российские, местные художники и музыканты объединяются, чтобы познакомить самую широкую аудиторию с миром медиа-искусства. Это и архитектурные площадки, погружающие медиа-инсталляции на масштабные урбанистические объекты, аудиовизуальные концерты. Думаю, что можно пересчитать по пальцам. Это вот фестиваль «Интервал» в Нижнем Новгороде. Есть еще фестиваль, я не помню его название, но он проводится в Владивостоке. Его проводит там Екатерина Беляева, которая директора как раз программы «Диджитал арт» в Дальневосточном федеральном университете. Есть еще какие-то фестивали, которые проходят за Мурманском в Териберке, но они на самом деле скорее проходят как внешняя интервенция, не то чтобы они организовывались изнутри. А есть еще очень классный фестиваль в Мурманске «Инверсия». Вот, это тоже очень классный пример хорошего фестиваля в регионах. Устроим свой маленький фестиваль мультпортретов. Будем рисовать друг друга без бумаги и карандаша. Для этого графический планшет и фотошоп. Ой, красиво-то как! Какой у меня нос! Господи, ты мне сначала захотела нарисовать зрачок змеи! Мне нравится, что я очень довольная. Так, ну футболочка все правильно, серая. Форма рук хороша. Как будто я нахожусь вот не в статике, в какой-нибудь скучной, а в танце, вот в таком танце а-ля Макарену, что-то такое. Ноги не совсем в танце. И ботинки такие большие. Вот шнурки, красота. Мне все-таки решили добавить немножко волос. Очень приятно, но почему-то на макушку так волос не добавили. Видимо, не заслужил. Но светит солнце. Видимо, это солнце даст загар на мою макушку, и будет ли так сильно заметно, что там лысо. И вот уже зеленая лужайка появляется. И в принципе, летит бабочка. И все в моей жизни хорошо. Алена. Алена. Эл. Семь лет. Не помню, как я выглядела в семь лет. Возможно, именно так я и выглядела в семь лет. Либо семь лет мне дали сроку. Я не знаю, что это значит, эта надпись. Но в любом случае, спасибо. Да, мне понравилось. Это так, оказывается, можно, да? Это моя голова. Почему такая неровная моя черная футболочка? Когда странно, вначале... Или это не странно, это нормально, наверное, когда ты рисуешь вначале голову, а потом тело. А не голову и волосы, глаза, а потом тело. О, руки нормальные. Ну да, это не те культяпки, которые я нарисовала. О, румянец. А так и похоже на голого пупса. Так, стопы, почему зеленые глаза? У меня один голубой вообще-то. Алена, как можно быть такой невнимательной? Нет, так на пупса очень похоже. На лысенького, он только родился. Ему годика два. Так почему-то тело от подростка. Тени на коленках. Не, я бы никогда не додумалась. Почему она такая милая? Проборчик. Все? Все. По-моему, очень похоже. Троллейбус превращается, превращается в автобус. На трансформацию уходит не более 20 секунд. Хотя техники не согласятся, троллейбус остается троллейбусом. Просто переходит на автономный ход. Для нас он опустил уши или рога. Официальное же их название – токоприемники или штанги. И так, без подзарядки он может проехать 20 километров. Хотя это гарантированное расстояние. На деле бывает и больше. Ради эксперимента проехали 70. Было такое. 70 километров. Троллейбус на батарейках. Вот они. Две большие, дающие силу двигателю. Индикатор заряда прямо на мониторе бортового компьютера. Шкала, как на телефоне или планшете. Заряд тяговой батареи, индикация показывает 100%. Спокойно можно разряжать до 30. Тоже без ущерба, без существенного. Машина едет, тянет. Рассчитано на 50 километров. У нас местность холмистая. Поэтому, когда на уклонах скатываемся, здесь предусмотрена система рекуперации энергии. Получается, когда мы скатываемся, он еще у нас подзаряжается. Умный троллейбус всю важную информацию выводит на экран. Все управление, вся информация проходит полностью через бортовой компьютер. Включение и выключение все клавишами, опять же, связано с микропроцессором. Все данные выводятся на монитор. Спидометр, манометр, указатели автономного хода. Когда штанги сняты, автономный ход горит. Когда штанги ставишь, переключаешь. Опять же, индикация указывает, что едем на штангах. Зарядки троллейбуса вполне хватает, чтобы, отцепившись от контактной сети, на центральном рынке заехать в Садовый район, забрать всех пассажиров с девяти остановок. Следующая остановка – микрорайон Садовый. Первый, четвертый. Садовый, микрорайон. И перед выездом на Сугутский мост снова превращение. Главное – попасть штангами в козырьки. Для этого водителю нужно нажать всего-то пару кнопок. Вот штанговый ловитель у нас, вот оно, питание. И, соответственно, вверх-вниз, как бы ничего сложного нет. Вниз нажимашево снимается, вверх – поднимается. Электрический двигатель. А у обычного троллейбуса запитывается от контактной сети, когда штанги ставим. А на автономном ходу есть комплект аккумуляторных батарей. Даже когда едет, под штангами, с установленной на контактную сеть, идет подзарядка. То есть, когда он здесь ставит штанги, и дальше уже заряжается, если он разряд произошел. Ну, пока круг сделает, он зарядился, и опять без штанг может проехать. Плюс к этому троллейбусы оснащены по современным стандартам. Широкие двери без ступенек, видеокамеры установлены и внутри салона, и снаружи. Две по бокам и одна сзади. Это как бы не только наши глаза, это наша безопасность. И согласно Федеральному закону о транспортной безопасности, вот, современные троллейбусы, современная вся техника, занята перевозками, должна, как бы, быть оснащена. Записи с камер хранятся около двух недель, поэтому не забывайте ваши вещи в салоне троллейбуса. Отдых от гаджетов на природе. В детских лагерях идет уже третья смена. Телефоны отдыхают отдельно, дети отдельно. Массовые сеансы связи обычно по вечерам. Ну, сначала я проверяю соцсети и пишу маме, потом им звоню. Все. Я звоню сразу маме, а потом уже соцсети. И вот, когда ребенок выходит в интернет, его поджидают разные ловушки. О них специалисты Мегафона рассказывают на уроках безопасности и дают практические советы, как избежать неприятностей в сети. Совет номер один. Перезванивать на незнакомые номера опасно. Кто-то звонит вам, но как только вы берете трубку, звонок внезапно обрывается. Перезванивая на незнакомый номер, вы можете попасть на автоинформатор, который пытается вас удержать на линии как можно дольше, пока с вашего счета утекают деньги. Совет номер два. Если в соцсетях друзья просят помочь, перезвони и поговори лично. Просьбы скинуть денег на счет, помочь с оплатой кредита и спасение родственника из беды могут приходить как по СМС, так и в соцсетях. В любом случае, это игра на чувствах. Главное не поддаваться и сразу связаться лично с человеком, которому якобы нужна помощь. Совет номер три. Внезапная удача может оказаться ловушкой. На ваш телефон пришло СМС или сообщение в соцсети о том, что вы выиграли iPhone X, миллион, машину или другой крупный приз. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Чаще всего мошенники выманивают деньги у победителя под предлогом налога на выигрыш, либо сообщение содержит вредоносную ссылку, перейдя по которой вы подхватите вирус. Совет номер четыре. Сохраняй в секрете свои личные данные и пароли. Предлоги могут быть разными. Звонок якобы сотрудника банка, просьба родственника или друга сообщить код из СМС и так далее. Запомните раз и навсегда никому, в том числе друзьям и родственникам, обратившимся к вам в социальных сетях, не сообщайте полученные в СМС коды. Не передавайте никому, даже сотрудникам банка, свой пароль, номер банковской карты, ее срок действия, пин и код на обратной стороне. Никогда не сообщайте людям, которых вы не знаете, свои пароли от электронной почты, социальных сетей и форумов. И всегда используйте только сложные пароли. Сложные пароли – это когда я завиваюсь с заглавными буквами и со срочными потом всякими знаками и цифрами. И не будет там даты рождения, у меня там все серьезнее. Цифры, буквы, иногда разного языка, разных языков и большие-маленькие. Совет номер пять. Просьба незнакомого лица вернуть ошибочно переведенные вам на счет деньги может быть мошенничество. Схема такая. Кто-то пополняет ваш счет на приличную сумму, потом звонит и вежливо просит вернуть деньги обратно. Как только вы выполняете просьбу, некобы ошибочный платеж с вашего счета исчезает. Посоветуйте невнимательному человеку обратиться к своему оператору связи, который поможет отменить платеж. И не переводите деньги. И еще пара советов от ребят, прошедших уроки безопасности. Мы установили программу Касперского, то есть защита от всяких вирусов. А также, зайдя на какой-то сайт, сверху обычно написано «Безопасно это или нет». Например, на телефоне сразу выходит, что если сайт небезопасный, так и пишет серым цветом «небезопасный сайт». Мне кажется, нужно стараться меньше информации о себе давать. То есть вообще в соцсетях и где-то в интернете. Не распространять свои личные данные, данные родителей, даже данные друзей, фотографии лишние. Я считаю, что не надо выкладывать. Но даже по этим фотографиям некоторые люди могут понять, что ты сейчас на отдыхе и пробраться, не знаю, в тех квартирах еще или куда-то. Ну то есть надо стараться давать о себе меньше информации. Как сохранить свои данные в безопасности и защититься от мошенников, можно узнать на специальном сайте Мегафона «Безопасное общение».